так что мы с вами делали тут много придется напоминать давайте напомним значит мы рассмотрели линейное пространство векторная какого пространства размерности м и в нем подпространство размерности м и мы стали описывать множество всех камерных подпространств ну точнее говоря вводить координаты на множестве всех камерных подпространств и значит я их назвал ну как их принято назвать плюкерами координатами но довольно много придется напоминать но без этого к сожалению никуда мы не уйдем значит что мы берем мы фиксируем базис как большого пространства в котором мы работаем мы берем какой-то базис подпространство к раскладываем его по базису е1 е н мы получаем давайте все таки значит а и т у меня были до а и 1 е 1 плюс и так далее а и н е н мы строим матрицу в которой вот эти координаты разложения являются строчками значит это матрица в которой столбцы имеют длину м размерность к ну а так что это такое было интересно это было м единица и всех столбцов н после этого мы выбираем индексы и 1 и м из множества от единицы до н по ним строим уже соответствующую вот вырезаем квадратную матрицу строим минор который мы назвали м 1 м и вот эти вот минор и мы обозначаем p1 и м но теперь самое главное что плюкеров и координаты это наборы вот этих чисел по возрастающим набором индексов значит что мы обсудили что другой базис если у нас есть другой базис то в пространстве к то он даст нам те же самые числа но все умноженные на одну и ту же не нулевую константу значит на самом деле мы получаем в разумном смысле точку проективного пространства размерности не обезвиниться где ню это число способов которым вот эти вот наборы индексов можно выбрать это число сочетаний из n по m значит мы показали что вот этот набор координат однозначно определяет под пространство значит вы можете просто выписать уравнение на вектор икс ну не одно уравнение там значит по всем наборам должны выполняться соответствующие равенства которые дают необходимые достаточные условия при которых икс ну лежит в этом самом подпространстве к и вот теперь значит видимо это вся предварительная информация которая у нас была которая мне сейчас нужно значит что я еще сказал что я еще успел сказать ну мы посмотрели на пример который показал что эти координаты вообще говоря не являются независимыми вот и и мы стали доказывать вот какую теорему теорему которая описывает так называемые соотношения значит здесь вот в этой теореме я вообще говоря работаю с вот такими минорами ну и соответственно с такими числами не обязательно удовлетворяющими вот этому соотношению вот то что там будет написано оно выполняется для любых значит вот что происходит мы берем два набора чисел все все числа о которых идет речь это индексы из вот этого множества от единицы до n я не все время буду это повторять значит один набор состоит из m минус одного числа а второй набор состоит из м плюс м плюс одного числа да я давайте значит вот если у меня есть скажем вот второй набор то вот вот такое обозначение это символ того что мы на самом деле рассматриваем набор из m индексов а вот этот выкинут ну то же самое конечно так вот соотношение плюкера имеют вот какой вид значит сумма по и от единицы до m плюс по r значит минус единица в степени r значит мы берем к первому набору приписываем кр мы к первому набору приписываем эртый элемент вот этого набора ну и умножаем естественно на а p соответствующие второму набору из которого вот это выкинуто так вот это 0 давайте я его обозначу звездочка потому что мы им дальше будем много пользоваться что мы успели сделать мы его переписали это соотношение через миноры и сделали вот что сделали вот что сделали вот что мы посмотрели на вот этот минор значит что ну вот к р меня все время тянет упростить значит как он получается вот я взял из матрицы нашей большой м столбец с индексом кр и столбцы которые составляют вот эти самое это g1 с такими индексами и ну понятно получил квадратную матрицу это я вырезал из из матрицы вот этой нашей которая была с n столбцами разложил минор по вот этому столбцу Значит, если я возьму какой-то индекс L от 1 до M, то он будет сумма по L от 1 до M. К, так, сейчас, значит, элементы у нас там были A, L, K, R, ну, на алгебраические дополнения. Сейчас мы увидим, что они нас не очень интересуют. Вот, и тогда, значит, вот эту сумму я переписал вот как. Вот это было то, на чем мы остановились. Это получается вот какая сумма. Давайте я сразу, поскольку мы это с вами делали, значит, я сразу сюда подставлю и поменяю порядок суммирования. Что-что? Я считаю, что знаки сидят в алгебраическом дополнении. Это как раз не очень существенно, значит. Тогда вот эта вот сумма, ну, вот эта сумма превращается вот во что. У нас внешняя сумма пойдет от 1 до M, а L-ты вынесутся. А здесь останется, значит, сумма по R от 1 до M, значит, минус 1 в степени R, вот этот самый A, L, K, R. Ну, а вторые множители останутся со вторыми множителями. Значит, K1, K, R выкинутая. Еще раз повторяю, что вот я считаю, что знак сидит там, но это для нас неинтересно, потому что я хочу показать просто, что вот это 0. Я хочу показать, что вот это 0. Почему? Значит, давайте смотреть, что здесь происходит. А происходит здесь вот что. Я беру вот такую матрицу. А1, K1, АМ, К1, АМ, КМ плюс 1 и так далее. АМ, К1, АМ, КМ плюс 1. И приписываю в качестве первой строчки вот эту, значит, A, L. A1, A, L. И какой определитель я считаю вот здесь? А вот какой определитель я считаю. Я считаю разложение. Ну, давай, например, определитель. Не будем писать. Какое разложение? А разложение вот по первой строчке. Значит, вот у меня в R-том столбце будет стоять A, L, K, R. Ну, вот здесь вот будет стоять. Значит, тут ровно это и получается. Мы берем R-тый элемент первой строчки. И берем... А вот это и есть наша вот эта матрица, из которой вычеркнут R-тый столбец. Так что вот эта сумма, которая стоит в скобках, это просто вот этот определитель. Ну, давайте. Ну, это определитель очевидным образом нуль. Потому что, вот я зачеркнул, но я так зачеркнул, чтобы было видно. Видно, что при любом L первая и L-той строчки одинаковые. Мы просто при каждом фиксированном L приписываем вот к этой матрице ее же L-тую строчку. Вот теперь я хочу показать, значит, что я говорил и что я подтверждал примером Плюкера, что набором Плюкеровых координат не может быть произвольный набор чисел. То есть, набор произвольных наборов. Значит, все они должны удовлетворять вот таким соотношением. Но сейчас я покажу, что это условие не только необходимое из того, что они координаты следуют это. Но что это условие и достаточное. Что если у меня есть набор Плюкеровых координат, который удовлетворяет вот таким соотношением, то он соответствует некоторому подпространству. И тогда, что у нас получается глобально. А вот что у нас получается глобально. Значит, у нас каждая вот эта точка... Значит, точнее говоря, каждый вот этот набор... Значит, мы... сопоставили им соответствие точки проективного пространства в соответствующей размерности. И у нас получается, грубо говоря, квадрика в этом пространстве. То есть понятно, что вот это соотношение – это просто уравнение второй степени. Перемножаются и... Ну и мы видели, что вот в том случае, который мы рассматривали двумерные плоскости в четырехмерном пространстве, мы просто видели, какое там соотношение конкретно появлялось. Это самое множество, которое появляется. Значит, множество этих координат, которые возникают здесь, обычно обозначают вот так. И называют Грассмановым многообразием... Значит, Грассмановым многообразием – это подмножество вот этого проективного пространства, которое задается такими уравнениями. Вот теперь я хочу... Значит, еще раз. Здесь логика такая довольно кривая. Я помню, что когда я сам это учил, вот я не с первого раза эту логику понял. Значит, мы показываем сначала... Мы сейчас уже показали, что любой набор плёкеровых координат удовлетворяет таким соотношением. А теперь мы хотим показать обратное. Что мы для этого сделаем? Значит, когда мы говорили о проективных пространствах, мы рассматривали афинные покрытия. Вот там... Значит, если были координаты х0, х1, хn, мы рассматривали такое покрытие, у которого х и т было отлично от нуля. Покрытие такими множествами. Значит, понятно, поскольку однородные координаты в проективном пространстве все нулями быть не могут. Какая-то есть координата обязательно не нулевая. Значит, оно всё объединение вот этих уитов. Они, конечно, пересекаются. Вот. Ну, мы видели, как каждая из них устроена. Значит, если вот эта координата не нуль, я могу на неё разделить, сделать из неё единицу. И у нас как бы остаётся n свободных координат. То есть, вот эти множества устроены просто как евклидовое пространство размерности n. Но теперь понятно, что я могу вместо таких множеств рассматривать вот такие множества ue1 и m. Ну, вот когда я работаю со своими числами. И это множество, в котором вот это отлично от нуля. Вот это однородная координата отлично от нуля. Значит, понятно, что я такими множествами тоже покрываю всё проективное пространство. И тогда я могу представить всё Грассманово многообразие. Значит, давайте только аккуратно это сделаем. Значит, это объединение по всевозможным наборам I1 и M. Значит, вот здесь речь идёт о возрастающих наборах. способ описать, ну, каким-то образом описать структуру Грассманово многообразия и вот доказать то, что я сказал, что значит, оно описывает в точности M-мерные подпространства. Значит, достаточно описать, как устроены вот такие множества. ну, и понятно, что они устроены довольно одинаково относительно от всех наборов, поэтому мы посмотрим просто вот на множество, которое соответствует простейшему возрастающему набору. Значит, из чисел от 1 до N мы выбираем просто первые M-чисел, и, значит, это наборы координат, в которых вот эта координата не 0. Эта координата, это ну, вот первый минор вот из матрицы M мы вырезаем первый минор M на M. Ну, а поскольку они однородные, значит, я могу считать, что я работаю с координатами, у которых вот эта первая просто единица. Так вот, что мы сделаем? мы станем рассматривать вот какие наборы P1 R M значит, R вычеркнуто, а здесь L, где L больше M. значит, мы будем рассматривать всевозможные наборы, в которых ровно один индекс больше, чем M. Ну, а понятно, что это делается за счет того, что один из индексов вычеркивается, и стандартное обозначение этого вот какое PRL. Так вот, мы покажем, что вот если я буду рассматривать G, M, пересеченное с O1 M, то все точки Грассманова многообразия, которые лежат здесь, все их координаты будут однозначно выражаться вот через такие. Так. Значит, я дол... Давайте. Теорема, значит, любой элемент вот этого самого. P, E1, E1, Вот отсюда однозначно выражается для доказательства этого я использую соотношение Плюкера. Поскольку мы знаем, что любая, любой набор координат вот этим соотношением удовлетворяет, мы покажем, что в любом наборе координат, зафиксировав вот эти, мы из этих соотношений можем получить все остальное. Значит, рассмотрим произвольный набор. Наверное, нужно чуть чаще говорить, что мы все их выбираем из набора от единицы до n, но, видимо, это уже у вас застряло правильным образом. Значит, есть один тривиальный случай, когда этот набор просто единицы и так далее m, но там ничего не нужно выражать, потому что мы договорились, что у нас вот это единица. Значит, таким образом я буду сейчас рассматривать вот такой набор, который отличен от единицы m, значит, там есть какой-то жкатый, который больше. Есть какой-то жкатый, который больше m. вот теперь я применяю вот это соотношение, давайте я напишу кому. Значит, в качестве вот этого самого первого набора я беру g1, gk вычеркнутая gm, а в качестве второго набора я беру единицу m без единицы m, простите, m gk. Значит, еще раз я взял какой-то набор, возрастающий набор индексов, в котором есть элемент больше m, и я делаю, ну вот, я сейчас буду применять вот это соотношение к вот таким двум наборам первым минус одно число. Ну, давайте напишем. Значит, я разобью сумму, ну, точнее говоря, не разобью сумму, а выделю сумму последнее слагаемое. я напишу сначала первые m слагаемых, а потом последнее. Вот давайте смотреть, что получится. Получится сумма так, мне аккуратно r единица m минус единица в степени r. Значит, что здесь будет p g1 gk t мы вычеркнули gmt это вот эти первые и я к ним приписываю r элемент вот этого набора. Ну, пока у меня r меняется от единицы до m этот r элемент это просто r. Значит, у меня набор был от единицы до m gk t я беру отсюда r элемент это просто r. Умножить на ну умножить вот на этот набор с которого r изъяли. ну ну в смысле умножить на p с этим набором значит единица m gk и еще остался осталось последнее слагаемое в этой сумме которая соответствует r равному m плюс единице значит плюс минус единица в степени m плюс единица p g1 gk gm значит а что здесь произойдет мы gk выкинули ну вот сюда то мы его приписали так и на что это умножится а умножится это вот на что мы из вот этого набора выкинули последний элемент выкинули kr правильно значит остался просто p 1 и так далее m про которые мы договорились что это единица вот теперь давайте смотреть да но это все равно нулю конечно давайте смотреть что это означает вот очень аккуратно здесь нужно с логикой вот этот p это и есть наш первоначальный но я нигде его не выписал с точностью до знака просто мы вот этот столбец переставили на другое место но это может дать плюс или минус единицу то есть плюс или минус единица вот значит у меня получается уравнение относительно вот этого числа с каким коэффициентом ну вот единица минус с ненулевым коэффициентом это значит что вот этот вот набор однозначно выразится через какие а вот он через какие выразится вот это вот по нашей договоренности значит вот у нас было было обозначение когда мы брали первые м индексов вычеркивали из них рт и приписывали л которая больше единицы которая больше м значит вот это п с чертой r жк что я обещал ну не я обещал теорема обещала я обещал любой вот такой п выразить вот через такие что произошло у меня вот этот вот искомый набор выражается через вот эти теперь давайте посмотрим а что вот это за набор каким свойством он обладает а вот каким свойством он обладает мы брали наборы же 1 и так далее меньше жем в которых есть элементы больше м так вот если здесь было например ну вот здесь s элементов больших м то вот здесь уже осталось s минус один элемент больше м вот этот мы выкинули а приписали r который не больше м значит у нас получается индуктивная процедура мы взяли набор с таким свойством и выразили его через наборы у которых элементов больших м на единицу меньше ну и понятно что таким образом мы спустимся до вот этих то есть мы получим что любой такой набор любой сама выражается через них ну и понятно что выражается в виде многочленов значит что еще раз что мы сделали мы рассматривая вот пересечение грасманного многообразия вот с этой афинной окрестностью мы показали что все точки удовлетворяющие вот этим уравнением однозначно выражаются через вот эти самые п с черточкой ну и однозначность вот она отсюда просто вытекает из того что этот коэффициент не нулевой ну то что он единица удобно что он единица то что он не нулевой а в оставшейся части плюкеровского соотношения мы грубо говоря на единицу уменьшили число индексов больших ну и довольно легко понять значит какая получается размерность у множества вот этих ну я не знаю назовем их порождающих координат значит у нас R принимает любое значение от единицы до M а L принимает значение от M плюс единицы до N значит размерность получается M на N минус M ну мы сейчас увидим это еще раз мы сейчас увидим значит пока что мы не как бы не сделали в каком-то смысле основного мы не показали что действительно каждая точка вот этого пересечения Грассманова многообразия с Афиной соответствует действительно какому-то подмогообразию значит логика была какая мы показали что каждому подмогообразию соответствует набор этот набор удовлетворяет вот этим самым соотношением и ну их можно рассматривать просто как уравнение и что любое решение этих уравнений однозначно восстанавливается через вот эти значит теперь так ну вот это мне пожалуй сейчас больше не нужно так если нет вопросов нет рассмотрим какое-то м мерное подмогообразие значит у меня есть естественный выбор значит есть естественная возможность выбирать базисы при построении этой самой основной матрицы М которая и порождала координаты поэтому я могу считать что первые М элементов базиса вот здесь это просто первый элемент М элементов базисов понятно почему ну я возьму просто М линейно независимых векторов здесь и до дополню их до базиса пространства Л значит какая при этом получится матрица ну понятно какая получится матрица у нее первые М столбцов будут образовывать единичную матрицу ну поскольку первые М векторов базиса которые мы взяли здесь это базис который мы взяли здесь это первые М векторов базисов а дальше уже так сказать что получится так а один н я не помню ставил я там запятые не ставил ну ладно что не получится ну как нет 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 так нет значит я нехорошо сказал нули так значит давайте значит это нужно сделать чуть более аккуратно нужно сделать чуть более аккуратно так Так, хорошо, давайте я все-таки Хорошо, я подумаю, как это чуть более аккуратно объяснить Давайте пока рассмотрим подмогообразие, которому соответствует такая матрица М Хорошо, я должен Вот теперь давайте посмотрим, что вот это такое Значит, мы берем минор Который соответствует вычеркиванию р-того столбца И Замена его вот на этот столбец Значит, что вот здесь стоит на Значит, если это р-тая строка Понятно, что здесь стоит а-р-л И если я по этой р-той строке Ну вот стану раскладывать То что получится Вот все эти элементы Нули Кроме И тогда этот минор будет Просто минус единица в степени р-плюс-л А-р-л Вот теперь Я знаю Значит, у этого У К Есть Плюкеровы координаты Ну как у любого М-мерного подпространства Они Однозначно выражаются через эти п-р-л То есть через вот эти а-р-л А дальше логика какая Все эти плюкеровы координаты Удовлетворяют вот этому уравнению С другой стороны Любое решение этого уравнения Однозначно вот здесь вот Именно единственность Выражаются через Вот эти Ну а поэтому, значит, они И являются Они и являются теми П, которые мы построили Вот Из единственности Значит, с одной стороны Они удовлетворяют Поскольку являются решением системы А с другой стороны У системы только одно решение При фиксированных вот этих Но это и означает, что Вот любой такой матрице Соответствует Вот этот набор Ну и здесь опять Вылезает вот то число М на Н-М Потому что это просто Число вот этих свободных элементов Так, хорошо, значит, я Подумаю, как аккуратно объяснить Значит, таким Ну, видимо, да Прошу прощения Я должен Аккуратно Отрезок с концами По ЭКу Его можно определить Либо как Афинный образ Отрезка Отрезка 0,1 На прямой Значит, при Афинном отображении Ф Таком, что Ф От нуля Это П Ф От единицы Это Ку А можно определить Вот как Это множество точек Множество элементов Пространства Вида Т П Плюс Единицу Минус Т Ку Когда Т Пробегает Значит, мы видели, что Вот Такая сумма Двух элементов Афинного пространства Когда сумма Коэффициентов Единица Определена Это барецентрическая Комбинация Значит Мы определяли Ее Так вот Множество А Называется Выпуклым Если Для любых Для любой пары Точек По ЭКу Из А Из А Да Давайте Я буду его здесь Обозначать Этот отрезок Вот так Просто П Ку Для любых П ЭКу Из А П Ку Лежит Ну Определение Видимо Вам Хорошо Известное Без меня Выпуклое Множество Это множество Которое Вместе С любыми Двумя Точками Содержит Соединяющий Их Отрезок Значит Какая Такая Какой Элементарный Набор Сведений О Выпуклых Множествах Значит Первое Образ Выпуклого Множества При Афинном Преобразовании Выпуклый Ну Мы Видели Значит Когда Мы Говорили Об афинных Преобразованиях Об афинных Отображениях Что Если У У меня Есть Ф Афинное Отображение И Есть Барисцентрическая Комбинация Где Икс И Числа Такие Что Сумма Икса Единица То Образ При Афинном Преобразовании Такой Комбинации Это Это Вот Такая Комбинация Ну И тогда Понятно Что Образ Отрезка Это Отрезок Вот Если Если Беру Отрезок То Поскольку Сумма Этих Коэффициентов Единится Я получаю Отрезок Значит Что Еще Выпукло Пустое Множество Точка Отрезок Отрезок Выпукло Но Это Очевидно Тоже Очевидно Что Если я Рассмотрю Полупространство Ну Которое Можно Определить Например Так Я Беру Пространство Просто Координатное И Рассматриваю Значит Вот Множество У которых Первая Координата Положительна И Называю Полупространством В Общем Смысле Образ Этого При Афинном Изоморфизме Ну Очевидно Что Вот Это Множество Выпукло И Тогда Образ Так Что Теперь Более Содержательно На Прямой Подмножество А Выпукло Понятно Что это Равносильно Тому Что оно Связано И Равносильно Тому Что оно Линейно Связано Ну Ну Значит Тогда Это Просто Интервалы Открытые Зам Так Теперь Шары Выпукло Ну Давайте Ограничимся Значит Давайте Для Определенности Рассмотрим Шар Радиуса Единицы С центром В нуле Ну Понятно Что Остальные Шары ВРН Получаются Как Графинные Образы Значит Если Я Рассмотрю Две Точки По ИКу Это Значит Что Длины Соответствующих Векторов Которые Ну Я Ответствую Значит Тогда Если Я Рассмотрю ТП Плюс Единицы Минус Т Ку То По Неравенству Треугольника Это Ну У нас Длина Вектора Однородна А Множители Т Единицы Минус Т Не Отрицательна Ну И Поскольку Каждый Из этих Меньше Единицы Получаем Меньше Ну И При этом Конечно Здесь Абсолютно Не Важно То Что Я Рассматривал Пространство РН С его Стандартной Структурой Потому Что Мы Пользуемся Только Двумя Вещами Мы Пользуемся Неравенством Треугольника И Пользуемся Однородностью Поэтому Если Я Рассмотрю Какую-то Другую Норму Вектора В Мирном Пространстве Получится То же Самое Так Ну Понятно Что Пересечение Любого Набора Пере Выпукло Множество Выпукло Ну Просто Тривиальное Следствие Определения Вот Ну А про Объединение Это конечно Неверно Так Теперь Вот такое Важное Понятие Которое Именно В теории Выпуклых Множеств Играет Существенную Роль Вот Давайте Рассмотрим Просто Векторное Пространство И Определим Для двух Подмножеств А и Б Сумму По Минковскому Значит Она стандартно Обозначается Просто А плюс Б Это Множество Всевозможных Сум Элементов А и Б Так вот Если Я беру Два Выпуклых Множества То То Тогда Сумма Тоже Выпукла Тоже Ну тоже Совершенно Тривиальная Вещь Значит Если Если я беру Два Элемента Из Суммы То Если я рассматриваю Отрезок Значит Т А1 Плюс Б1 Плюс Единица Минус Т А2 Плюс Б2 Я получаю ТА1 Плюс Единица Минус ТА2 Плюс ТБ1 Плюс Значит Поскольку А было Выпукло Вот этого А А поскольку Б Было Выпукло То Вот этого Б Ну Вот здесь Я не написал Надо было Конечно Сказать Что эти Из А Из Б Ну вот Понятно Ну и отсюда Вот Такой Существенный Факт Значит Пусть у меня есть Какое-то Множество А И есть Шар Скажем Радиуса Б Что такое Будет сумма Ну понятно Что Шар Радиуса Р Но это Множество Всевозможных Точек Находящихся От начала На расстоянии Р И мы Прибавляем Такую Картинку Ну Прибавляем Каждой Из них Каждой Точке Из А Значит У нас Получается Р Окрестность Множество Множество Так вот Если множество А Выпукло То Его Р Окрестность Тоже Выпукла Так Теперь Такое важное Понятие Как Конус Значит Х Векторное Пространство Его Подмножество К Называется Конусом Конусом С вершиной В нуле Значит Если Во-первых Ноль Принадлежит К И во-вторых Так Какую же Я тут Буку Хотел Использовать В Да Из К И К Больше Либо Равного Нуля К В Лежит В К Значит Вот у нас Нуль Это множество Которое Вместе С каждой Точкой В Содержит Луч Через Эту точку Проходящий Значит Вообще говоря Конечно Первое Формально Следует Из Второго Кроме Единственного Случая Когда К Пустое Множество Значит Вот Чтобы Избежать Дальше Всяких Мелких Проблем Значит Мы Все-таки Конус Будем Называть Не пустые Множества Вот А Конус Вершиной В какой-то Не нулевой Точке Это Опять-таки Ну Например Параллельный Перенос Конуса С Вершиной В Нуле Значит Вершина Переносится Параллельный Перенос При котором Вершина Переносится В эту точку Так Значит В случае Конуса Можно Чуть Меньше Требовать Значит Для того Чтобы доказать Выпуклость Значит Конус К Выпуклый Тогда И только Тогда Когда Для любых По Веку Их сумма Лежит Значит Вот здесь Все время Приходится Аккуратно Уточнять С каким Пространством Вы Имеете Дело С Афинным Или С Векторным Потому Что Ну Надо Помнить Что В Афинном Пространстве Мы Не умеем Складывать Элементы А умеем Считать Только Брецентрические Комбинации Так Значит Значит Да Ну а Это В силу Определение Суммы По Минковскому Можно Переписать Так Значит Доказательства Здесь все Пока что Совершенно Тривиальные Значит Если Он Выпуклый То Он Содержит Весь Отрезок С Концами П И Ку Значит При Т Равном Одна Вторая Мы Получаем Что П Плюску Пополам Лежит В К Ну а Теперь Поскольку Это Конус Это 2 Вот Теперь В обратную Сторону Если П И К Лежат В К То Т П Лежит В К Потому что К Конус Единица Минус Т К Лежит В К По той же Причине Для Любых Т Из 0 1 Ну и Вот Из Этого Условия Следует Что Сумма Этих Так Так Значит И С Понятием Конуса Связано Еще Важное Понятие Понятие Конической Оболочки Множество Значит Значит Если Если У меня Есть Подмножество А То Его Коническая Оболочка К К К Ну Ее Можно Как Определять Это Объединение По К Ну Давайте По Т Т А Ну Или Значит Мы Просто Берем Любую Точку А И Пропускаем Луч Через Изначало Координат Вот Если Значит Такое Простое Утверждение Если Множество А Выпукло То Его Коническая Оболочка Значит Ну Рассмотрим Две Точки Принадлежащие Конической Оболочке Значит Как Они Получаются Мы Берем Два Неотрисательных Числа И Смотрим На Точки Т1 А1 Так Зачем Плюс Совсем Смотрим На Две Точки Из Конической Оболочки Значит Если Какое-то Из Т Нулевое То Это Очевидно Т1 Т1 Равно Нулю То Получаются Начало И Точка На Луче Значит Если Они Обе Они Если Оба Коэффициента Положительны То Вот Что Я могу Написать Т1 А1 Плюс Т2 А2 Это Т1 Т1 Значит Вот Это Отрезок Ну Здесь Это Т А это Единица Минус Т Это Отрезок Соединяющий Точки А1 А2 В А Раз Оно Выпукло Это все Точки А Ну и мы Берем И умножаем На Положительное Число Опять Получается Точка Из Конической Оболочки Вот Так Ну и Следующая Тема Она уже Чуть Подлиннее Посодержательнее Давайте мы Оставим ее На завтра Есть ли ко мне Вопросы Так Спросите меня Сейчас Да Ну Единственное Что я забыл сказать Конечно Это конус Пока 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 Продолжение следует...